Сергей Алексеев, тульский пряник, тульский пряник, вкусный-вкусный, сверху горочка, снизу горочка, а посередине сладость. Встретив героическое сопротивление советских войск, фашистские танки стали продвигаться к городу Туле. Здесь вместе с советской армией на защиту города поднялись рабочие батальоны Тула, город оружейников. Тульские рабочие сами наладили производство противотанковых мин. Помогали этому производству и рабочие бывшие кондитерской фабрики. Среди помощников оказался ученик-кондитера Ваня Колосов. Изобретательный он паренек, находчивый, веселый. Как-то явился Ваня в цех, где производили мины под мышкой папка. Раскрыл папку, а в папке лежат наклейки. Наклейки были от коробок, в которые упаковывали тульские пряники. Взял Ваня наклейки, подошел к готовым минам. Наклейки на мины шлеп-шлеп, читают рабочие. На каждой мине написано «Тульский пряник». Смеются рабочие, вот так фашистам сладость. Фрицам хорош гостиниц. Ушли мины на передовую к защитникам города Тулы. Саперы укладывают мины. Читаю «Тульский пряник». Смеются солдаты. Ай да сюрприз фашистам. Ай да гостиниц фрицам. Пишут солдаты письмо рабочим. Спасибо за труд, за мины. Ждем новую партию тульских пряников. В конце октября 1941 года фашистские танки подошли в Туле. Начали штурм города. Да не прошли. На минах многие машины подорвались. Почти сто танков потеряли фашисты. Так и не прорвались фашисты к Туле. Видимо, тульские пряники хороши.